Он не будет в одиночестве, это я вам отвечаю, потому что команда хочет, хочет уже с первых минут что-нибудь сотворить из того, что мы называем неприятным для «Зенита». Пока счет не открыт, 0-0, но не поспевал к мячу. Вот этот самый Де Камарго, легионер, который в интервью, я приводил его слова в информационном выпуске одном из, говорил о том, что если мы успеем забить быстрее «Зенита», наверняка в конкретном матче с футболистом стандартным. Это интересный был эпизод с хорошей техникой по ротам. Чентофальский был в порядке, счет не открыт, 0-0, атака стандарта, навес по диагонали, в принципе можно было и пропустить этот мяч и не играть головой, потому что сыграно было на ногу прямо игроку стандарта, а тот сразу же без подготовки пробил по воротам. Пока Чентофальский выбирает позицию, очень даже верно, я вам скажу, нормально все идет, счет не открыт, 0-0. Панда любопытная, я вам скажу. Еще удар по воротам выручает от рикошета по футболисту футболисту удара Чентофальский. Вот так, казалось бы, ну что там? Хозяева поля, обещавшие с первых минут устроить осаду воротам, но как бы то ни было. Что Зенит, хороший момент, удар по воротам, эх, у Андрея был хороший момент для взятия ворот, но он немножечко, может быть, даже поторопился. Мне так кажется. Не оглянулся, вот смотрите, пас обрабатывает мяч и бьет через себя, но выше ворот значительно. А мог ведь, вы согласитесь со мной, вы посмотрите еще раз, и потом это все будет, как момент, конечно же, освещаться. Он мог спокойненько положить мяч на землю, потому что, вы видели, защитник помчался в ворота, а вратарь здесь на полпути застрял. И он спокойно, аршаем с его техникой дриблингом, мог остановить мяч и уж потом распорядиться им так, что и Зенит по итогам двух матчей. И так показывает игрок, что сейчас надо навесить штрафную. Мне не нравится, что слишком близко подошли к площади ворот. Прежде всего, игроки обороны Зенита, и это дало возможность вот сразу же углубить атаку. И вот был удар по воротам, довольно-таки опасный, и все было хорошо по правилам. Дик Адвокат прав абсолютно, слишком глубоко отошли назад футболисты Зенита и создают вот эту самую глубину атаки. Навесные передачи одна за другой. Это как раз Камарко там боролся за мяч. Посмотрите, вышел из ворот Чонтофайский, резчеством, пересекая путь к капитану команды. И тот или нарушать будут правила, или пропускать. Подчеркивают листы в генерации. И тот факт, что футболисты стандарта при первой же возможности посылают мяч в штрафную Зенита. Зырянов. Навес слишком сильный, но подхватывает мяч кто-то из парней Зенита. Посылает центр под удар. Удар с дальней дистанции наносит Толя на Кимущу, но мяч сваливается с внешней стороны. Ну что, бьется Зенит как надо, в принципе. Я высказываю, собственный, так сказать, наблюдая со стороны пожелания, как бы лучше было. Как приходится пока больше защищаться. И вот надо избавиться от этой напасти бесконечных навесов туда в штрафную на высоких. Или Сара, или Оньеву. Вот он бьет Оньеву поворотом на высшем. Сыграл очень здорово, откровенно, но и с нарушением правил, которые Крэг не заметил. Он опирался рукой. Удар поворотом выше. 0-0 по-прежнему. Вицель отдал налево. Длинная передача в штрафную. Мяч за линией ворот. Нет. Да, судья все-таки назначает угловой с левой стороны. Не успел Камил немножечко перехватить мяч до того, как он покинул поле. Тома вводит мяч в игру. Вот опять показали на Оньеву. Удар поворотом. Слабенький. 1-0 в пользу стандартам. Сар забил. По-моему. Вот удар поворотом. А, скорее всего, сам себе забил Чантофальский. Смотрите. Вот он. Неуклюже ловит мяч. Выронил его. И он улетел уже за линию. Там он его пытался выбить из-за линии ладонью. Вот, смотрите. И, увы. Значит, гол на счету этого самого игрока. Игрока стандарта. Оплошность. Вот этот удар. Мяч перед ним. Коснулся газона и отскакивает. Свисток судьи. Что там? Он Еву нарушил правила. Но он сам не может понять. Да, судья отдает мяч футболистам Демитра. И красная карточка. Вторая желтая. Он Еву покидает поле. Остается совсем немного играть в матче Хэккен-Спартак. Спартак впереди 2-1. Навесная подача штрафной. Опять-таки будет удар поворотом. Ой, какой ударчик. Смачный получился. Надо отдать должное. Вот он. Но мимо. Красивый момент. Пусть и мимо прошло. Его легко понять. Пасует туда Тома. Футболисты Зенита. Аршавин. Никто не полез в борьбу. Нет, бить неудобно пока. Что вот только сейчас. Рикошет и угловой. Такая обычная. Потому что она непростая. Там корзины, кто где. Рейтинги, коэффициенты и прочее. В атаке. Аршавин. Обман и движение. Ну забей. Нет. Чуть-чуть замешкался. И капельку отпустил мяч от ноги. Того, чтобы и защитники в конце концов помешали. Погребняк набрал скорость. Идет вперед. Пас направо. Не спеша. Теперь только надо под удар. Нет. Самому бить неудобно. Обман и движение. Вот сейчас нет. На замахе. А теперь пас назад. Удар по руку. И опять. Аршавин имеет шанс. Вот. Разрыв между обороной. И атаковавшими футболистами. Стандарт очень большой. Три на три. Атака. Четвертый наш подтягивается. Вот тебе надо. А зачем же удар под углом? Внимание. Одиннадцатый номер. Тома. Бьет. Попадает в стенку. Тереми, конечно. Вы правы. Зенит овладел мячом. Идет вперед. Пас налево по грибнику. Все по делу. Удар от ворот. Удар приличный по силе Павел нанес. Отдавать некому был, откровенно говоря. Его решение ударить совершенно правильное. Потому что обострять игру, я в обыгрыше потеря мяча. А тут еще шанс был попасть. Только, если бы удалось, Денисов, Аршавин. И удар по воротам. Мяч отлетает. А вот тут-то погребника и не оказалось. Нет, мешают. Стена. Надо разыгрывать мяч. Там толпа. И вот опасный момент. Ох ты, как здорово. И вовремя в подкате сыграл игрок Дениха. Сейчас там даже не разобрался кто. Но атака. Хозяев поля продолжается. Прострельная передача. И свой же забивает в ворота. 3-2. Общий счет. 2-0 в этом матче. Кто играет в десятером? И все-таки. И что судья? Судья, если не засчитывает гол. Да, судя по всему, не засчитывает. Но по этому моменту, по этому моменту. Кто играет в десятером, ребята? Филоини, по-моему, схлопотал желтую карточку. Смотрите еще раз. Подача. Вот оказывается, там вот в момент удара по диагонали в штрафную, когда зенитовец подставил ногу и забил себе, в момент удара по воротам находился у дальней штанги игрок стандарта в офсайде. Ширл молодец. Вот, смотрите. Вот удар. И вот этот парень еще несколько раньше оказался в офсайде. 17-й номер Камазато. И дальше, дальше, дальше. Бельгийская команда атакует длинным розыгрышем мяча. Удар по воротам слабенький. К тому же и мимо Дембеле вышедший на замену. Ну что-то Влад Радимов еще не вступал в игру по-настоящему. С мячом зенит. Ну давайте, может быть, что-нибудь получится. Домингия спасует поперек поля. Хорошо. И удар по воротам. Бзгол. Ну наконец-то погребняк все-таки забивает мяч, восстанавливает равновесие. Слава тебе, Господи. Успокоил. Классный удар. Ну просто классный. И благодарные болельщики. И вот смотрите. Удар левой, как из пушки. Около 20 метров до ворот. Вот он приближается. Смотрит. И здорово поймал мяч на ногу. И чуть-чуть подрезал. И вратарь не сумел парировать. Классный удар. Молодец Павел. И 1-1. И 4-1. По итогам двух встреч. Можно заканчивать игру. И Павел Погребняк удален с поля. Вот тут только мы это и поняли. В равных сосках есть борьба за мяч. Навес опять. Уй, как взлетел парень. Этот самый, который вышел на замену. Красавец. А висел в воздухе. Лукунку. Вот еще раз. Посмотрите. В общем-то так прессинговать не собирается. Аршавин с мячом. Из хозяев поля. Ну что судья молчит. Свисток. Анюков подключился к атаке. Хозяева поля. Опять навесом посылает мяч. Игра головой. Лукунку. В нижний угол. Удар. Пришлось прилечь. Камилу Чантофальски. Соскока от газона. Отбил мяч на угловой. Удар. Опять навес. Игра головой. Еще. Ну и Влад. Молодец. Он это умеет. Точный пас. Домингес. Перебрасывает на левый фланг. Классно. А забить можно? Забить. Ох ты дьявол. Но Аршанова. Аршавина сегодня не ведет. Абсолютно. Ну просто. У малого не пошла игра. В этом матче. И вот сейчас. Аршавин там. Мостак в этих делах. Обработал. Увидел. Я же вижу, как он бросил косово туда на вратаря. И глупил прям в него. Косили. Удар вперед. Аршавин. И опять шанс. И опять не получается. Гарантией легкой игры. Каким бы соперник ни было. Хотя это достойный соперник. И очень хорошо, что на этапе к групповой...